радио 54 самый трудный был этап это английский язык собеседование на английском языке а самый важный творческий этап был для меня как для хореографа танцора вы танцевали да и каталог соло номер перевоплощения по нашему это трансформация вот когда быстро меняются костюмы и потом под зонтиком с крюстками я думаю какой-то русский народный был костюм нет это был национальный костюм это было отдельно это отдельно дефиле национальном костюме понравились вам какие-то другие национальные костюмы кто вас впечатлил были какие-то экстравагантные сингапура девушка была но она на самом деле взяла эту номинацию у нее их национальный цветок очень красивый на самом деле помню как называется был огромный костюм там двухметровый в форме ткана да боже мой экстравагант но было очень красиво но у вас тоже как красивый костюм да было приятно что участницы подходили почти все и сказали бьюти фоу за эфиром галина рассказала об одном интересном этапе меня это очень зацепило что меня как раз том самом этапе где нужно было разговаривать на английском языке задавали сложный вопрос и галини достался вопрос о том как описать красоту слепому ребенку знаете что галина сделала она рассказала это с помощью других ощущений например она привела пример красоты которую можно почувствовать через прикосновение мамины руки или в звуках пения птиц это потрясающе очень творческий конкурс это недостаточно просто накрасить это по-русски то сложно все объяснить а тут в английском что-то еще такое чего нет казалось простому человеку как мне не не покажется типичным для конкурса красоты не просто дефиле и не просто станцевать что-то подобное на самом деле в совокупности должно было быть все идеально тогда можно было вот войти в топ-5 потому что мы ездили вот мне запомнилось да мы ездили в детский дом малайзии так и для чего но это был как благотворительный такой визит мы привозили подарки ребятишкам общались с ними организаторам нужно было посмотреть как вы себя держите да то есть вот на протяжении шести дней организаторы наблюдали за нами все время то есть не просто когда мы ходим да на сцене а всегда как мы кушаем инстаграмчике залипаетесь да ну кто-то да и в инстаграмчике я вот не успела вот то есть это было очень важно потом в финале это учитывалось фотосессии там было очень много платьев и реклама там духов и красное платье то там купальники то 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 все мы перебегали быстро быстро спали нельзя было курочку руками как дома и потом локтем подчереть не для меня галина рассказывала они спали по три часа да это правда три-четыре часа одну ночь перед английским и вообще не спали нужно встать и быть красивым на завтраке уже с прической так можно зачем можно сразу ложиться красивым да есть не умываться неделю нельзя все секреты не буду я каждый день красили визажисты конкурса не сами нет только на финале на скрасили а остальные дни сами подразумевается что миссис елена должна сама уметь профессионально ложить себе макияж ну наверно они так думают что я так сама вчера научилась что-то подобное делать опять же опять же она еще и замужем и дети у нее или здесь с собой вот это вот каким-то образом учитывалась проверяли вот эту информацию ну то это же все-таки миссис да какие критерии самовались или части ну вот на этапе на жены не менее 15 лет там нет ну вот такого нет потому что у некоторых участниц от не было детей допустим у девушка была беременна но миссис на самом деле я думаю что это замужем поэтому уже можно было участвовать так дорогой я хочу поучаствовать мы завтра идем с тобой в загс тут извини пожалуй это ради конкурса ты ничего не подумай такое мне твоя квартира не нужна и были такие интересные женщины которым мисс уже не светит они такие ах надо расписаться срочно с кем-нибудь хорошо мы поняли аферисток ну типа того были нет нет откуда же галина знает международный конкурс такого уровня мне кажется там всех проверяли с конкурентками чуть-чуть в основном very beautiful но все на английском русский вообще никто не знал вот просто никто ну вот только с девушкой которая тоже была русская да да две первое место досталось нидерландам как вы считаете да заслуженно красивая девушка вы видели ее творческие выступления как она вообще держалась как она выглядит сейчас не надо вспомнить она высокая блондинка и ну то нее не было детей вот что я хочу сказать и немножечко конечно обидно по поведению она больше походила на мисс еще но видать в паспорте девушка сингапура допустим она была очень достойна по мне то есть она была настоящая леди она заняла третье место до твой дом твоя область новосибирск 106 и 2 fm